Башкирский государственный университет Новый институт, комитет по управлению республиканским имуществом Я был там, наверное, пятым в составе этого коллектива И потом потихоньку ушло наполнение, писали документы Практически с нуля организовывали этот комитет Проработал я там пять лет Да, пять лет проработал с 92 по 97 В 97 году по собственной инициативе решил перейти профиль немножко поменять Устроился юристом в территориальное управление Центрального банка Это надзор контроля за деятельностью коммерческих банков Там проработал семь лет Занимался всевозможными вопросами Начиная там валютное законодательство, страхование, ДТП Что там было еще? Ну и в том числе основной профиль был имущественный комплекс То есть формировал базу, собирал здания по региону Они были разбросаны, эти здания не дооформленные Причем приходилось рыться еще и в архивах Поиск документов, потом узаканивал через суд По юрфакту И сформировал таким образом комплекс имущественный Центрального банка по региону За что получил благодарность Кроме этого там велась хозяйственная деятельность Это договора различного рода на услуги, связи Уборки территории, ремонтов различных и так далее То есть своего рода вся хозяйственная деятельность проходила через меня То есть отраслевые отделы приходили, согласовывали все эти договора Вот участвовал в судах И по физикам были обращения разного рода Ну что-то типа там Когда строили хранилище новое Значит там интересный момент был Значит жительница обратилась в жалоб И сказала, что у нее астма Она заработала благодаря тому, что там вот три года стоит этот объект Строится, вернее перед ее окнами забор Там ни солнца, ничего не попадает и так далее Вот Этот процесс валяли где-то порядка года четыре, наверное Специалист ушел И мне как наследство передали Сказали, ну занимайся Вот Разобрался вплоть до того, что приходилось общаться с врачами Понять, что такое, что за болезнь И откуда она произрастает Вот И в итоге понятно стало, что это вообще наследственное заболевание Вот Тем самым я, конечно, расстроил истицу, женщину Она хотела получить денежные средства Но мы ушли в сторону как бы Тем, что у нас в договоре с подрядчиками турецкой компании Было прописано, что все претензии третьих лиц Как бы за них несет ответственность сам подрядчик Нас вывели из процесса А подрядчик не смог оправдаться Даже не послушал мои доводы У меня целый талмуд я подготовил В общем, с описаниями и прочими Всякими выкладками Он не удосужился взять за вооружение И тем самым отказать Чтобы отказали ей Все равно на него повесили какую-то обязанность Там санаторий и прочее Какую-то пенсию ей там выписали Что он должен платить и так далее Прошел все, в принципе, по СЦБ Дальше А, дальше, значит Мой учитель по институту Возглавил администрацию президента В республике Я был приглашен в аппарат Там проработал два года Начальником отдела Начальником отдела правовой экспертизы Нормативных актов Издаваемых правительством То есть, по сути, правительство Издавало, ну, готовило проекты Мы их крыжили, поправляли Давали, как бы указания какие-то Чтобы документы Соответствовали законодательству Затем После двух лет В администрации президента Меня назначили Министром юстиции Что туда входило Какие полномочия Значит, это Федеральная полномочия По ЗАГСам Вот она была передана Субсидией Значит, мы Как бы управляли ими Затем, значит, мировые судьи Мы обеспечивали их деятельность То есть, ни в коем случае Мы указания никакие не давали Естественно Как выносить приговоры Решения там и так далее Вот А только обеспечивали их деятельность Ну и, соответственно, как бы Документацию всю Кадровую и прочую Как хозяйственный орган Как бы Обеспечивали деятельность Вот Кроме этого, было, значит У нас, по-моему 100 112-110 ли Нотариусов Государственных Нет Вру Значит, было Нотариусов 98 Значит А Государственных По республике Вот Мы Попросили статистику С В России Нам дали Сказали, что По стране Вообще Осталось Нотариусов По-моему 110-112 В том числе Вот эти наши 98 Вот Всех Разогнали Сделали Частниками Ну, соответственно Как бы Деньги пошли Не в бюджет А На деятельность Как бы Частных Нотариусов Вот Пока я был Там В принципе Мы Сдерживали Этот Момент Пообеспечивали Их деятельность Вот Денег, конечно Не хватало Минфин Нам Как бы Не так много Довал На Ихне Обеспечение Но Тем не менее Как бы Сдерживали Я ушел Оттуда И В принципе Их Раздали Всех Подчастникам И осталось По-моему Три или четыре Нотариуса Которые Обеспечивают Архив Вот Ну Естественно Как Основополагающий Основополагающее Направление Это была Проверка Нормативно-правовых Актов Министерстве Ведомств Они приносили Нам На проверку Уже Изданные Распоряжения Мы их Заворачивали По тем Или иным Обстоятельствам Вот Вели Регистр Муниципальных Правых Актов Вот Сводили В кучу И Передавали Потом Минюст России Вот После Так Что там Еще было Министерство А Обеспечивали Деятельность Депутатов Госдумы На территории Республики То есть Они когда приезжали Сюда В республику Значит С Москвы То Им Необходимо Было Вести Встречи С Этим С населением Обеспечивали Транспорт И Мужчатым Каким-то Канцелярией Помещениями И прочим Да в принципе Развивать-то По сути Ничего не надо Кроме Туристического Бизнеса А Так Просто Надо Как бы Дисциплинироваться Наверное Скажем Линейному Сооружению Электричество Проходит Дерево Выросло Берут Просто Тупо Половину Дерево Зарезают И оставляют Столб Но это Решение Вопроса Нет Так То есть Вот опять О качестве Столкнулся С ситуацией Что в принципе Никогда Не привлекались Дендрологи Вот То есть Вот Стоит плохой Куст Сирени Да Но Говорят Надо вырубить Потому что Он плохой Да Я приглашаю Специалиста Показываю Он говорит Я никогда здесь не был Не ходил Меня никто не спрашивал Очень приятно Что вы меня пригласили Я показываю Ему этот куст Он говорит Ну нет Можно купировать Подрезать Основной ствол Мелочь оставить Обрезать его Как бы В какую-то форму И он будет Шикарно смотреться То есть Не обязательно Все вырубать сразу С депутатами С депутатским корпусом В принципе Надо работать Без них Все равно никуда То есть Любое положение Там Решение Какое-то Которое необходимо Принимать Тем более В интересах Жителей Если какие-то Глобальные вещи Все равно Через депутатский корпус Будет проходить Поэтому В конструктиве Надо двигаться Какой смысл Воевать Да Они вопросы Задают Нормальные В принципе Правильные И зачастую Они где берут Информацию У жителей Они обходят Жителей Спрашивают Что вам не нравится Они говорят Вот это Вот это Они доносят сюда И долбят Администрацию Это тоже Как бы Положительный момент Есть в этом Понятно Что все Не охватишь Сам на это И команда нужна И не только Там Замов И специалистов Все зависит От Правильной Постановки Задачи И контроля И контроля За исполнением Как бы Если это будет Отлажено Этот механизм То Я так думаю Не надо будет И самому брать Или Там уже Заму Например Во-первых Людей Как бы Заставить Работать Каким образом Есть Нормативные документы Внутреннего Пользования Инструкции По делу Производства Должно быть Положение Разработки Конкурсной Документации Чего-то нет Что-то сделано Очень плохо Скопировано С какого-то Муниципального Образования Причем Это делалось Наверное В срочном порядке Район Или область Запросили Почему Где у вас Почему нет И Соответственно Вместо того Чтобы проработать Его нормально Мы копируем А потом По этому Нормативу Живем То есть У нас Пример Есть По ракушкам Прорабатывали Положение Мы его Долго рожали Депутаты Отказывали Нам Тем не менее Вчера Наконец-то Вроде как Его приняли Мы его Проработали Практически Досконально То есть Никаких ошибок Ничего А если Допустим Был бы он Скопирован Как Какого-то Исполнять его Там не прописано Одно Не прописано Другое Кто Что должен Делать И так далее И потом Спрашивать С этих же Исполнители Он говорит Это не моя задача Вообще Это либо начальник Либо там Кто-то там Должен делать А начальник Это Ты должен Выполнять Работу Он скажет Ну пропиши Тогда мне В том же Регламенте Должностном Вот регламенты Они сухие Пустые Вот ни о чем Общие фразы Декларации Какие-то там Должен выполнять Поручения начальника А какой начальник Он скажет Лезь на матч Что там И убейся Там Да Вот Это тоже Как бы не делай Поэтому Для того Чтобы человека требовать Чтобы у него была ответственность Он боялся За то Что его допустим Уволят А как его увольнять Если он Не выполнил Какое-то поручение У него не прописано В регламенте То есть Соответственно Он может обжаловать Суде И суд Просто Откажет В удовлетворении Заявления Администрации Ну и будем умытые Останемся А он довольный Как бы остановится И будет ходить Улыбаться И говорить Я буду продолжать Работать дальше Таким образом Зачем такие лентяне Нужны То есть Все вот этого зависит Я думаю Результаты будут Наверное через год Опять же Мы Учитываем тот момент Что На сегодняшний день У нас Проблемы с конкурсными Процедурами Вот Область Как бы Забрала на себя Очень много полномочий По согласованию Любого Любого Конкурса Нежели там Электрика Коммунальное хозяйство Согласуемся Со всеми ведомствами Они там Ставят за корючки Что-то правят Мы возвращаем обратно Потом после согласования Идем уже Размещается На Конкурс Вот Поэтому Не знаю Как в этом году Что-то мы успеем Доделать Сделать Завершить Тот план Который был Утвержден В прошлом году Не могу Сказать Ничего На следующий год Думаю Может быть Результаты Какие-то появятся Результаты Они же должны Быть воплощены На земле Какие-то дорожки Светильники Урны Я не знаю Что-то еще Они Появятся Где-то К лету Скорее всего То есть Учитывая Конкурсные процедуры И так далее Таким образом У меня Как бы В голове Идея была Выходить По микрорайонам Как бы Общаться С людьми Ну Что-то Как-то Мы замяли Этот вопрос И Так Дальше Дело не пошло А Учитывая Сегодняшнее Состояние Я не знаю Руководитель ушел Как бы Все на мне И то и другое И вот Общее Руководство Как бы И ЖКХ Ну Планируем Да Есть вопросы Как бы И к населению Тоже Вот Допустим Мы Я даю поручение Отделу ЖКХ Организовать Собрание Жильцов Для того Чтобы Создать совет Вот Приходят оттуда Ответы Говорят Да никто не хочет Этим заниматься На собрание Выходит Процентов 20-30 А то и меньше Бывает Вот И Пособираются Поговорят А дальше что Председателем Никто не хочет быть Вот Если нам Никто не заплатит Говорят Мы не хотим Там вообще Участвовать Что-то там Вести Контролировать Какие-то поручения Давать Там ЖКО Или еще кому-нибудь Люди просто Я не знаю От чего это Может быть Недоверие К власти Что Без толку Это все Пиши Не пиши И оно Так и будет Может быть Это Не знаю Как-то Культуру Сломать Каким-то Образом По Краеведческому музею Вопрос Есть На самом деле Как бы Столкнувшись Со всеми проблемами Ну Понял Что История очень много Есть Что показать По сути Вот Нет Пока Понимания Где его Вообще Можно было бы Разместить Вот Но Мы озадачились Таким вопросом Может быть Восстановить Дом Чехову Где Вот эти Четыре столба Стоят Как бы Да Вот Я не знаю Как их Вписать В углемаш Вот этой Стеной Как бы И сзади Там страшные Какие-то Промзоны Вот Ну Это Архитекторы Я думаю Подскажут Что-нибудь Что-то Можно Сделать Вот Можно было Восстановить Его Если Допустим Материалов Будет Маловато По Чехову Да То Можно было Там Разместить Может быть На два зала Как бы Разделить Это Чехов А это Как бы Край наш Как бы Вот Ну А задачей На этим вопросом На самом деле Как бы Мы Занимаемся Думаем Пока По крайней мере Реализовать Я думаю Ну Можно будет В любом Случа Я думаю Депутаты Поддержат Чтобы Выделить Эти средства И Материалы Наберем Наверное Отдел Культуры Есть У нас Задача Поставить Задачу Я думаю Выполнить Депутаты Депутаты Наберем Депутаты 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 Депутаты